Можешь большой выбор героев, действительно, здесь. У OG большой выбор героев, которых можно забанить. У TNC большой выбор героев, которых можно взять. И мне кажется, это все-таки немного на руку TNC. И как угадать того самого, на котором будет 437 играть? Ну, я думаю, тут много вариантов. Вот в том-то и дело. А надо выбрать того, который будет вам мешать, который будет дополнять пик TNC. Давай погадаем на кофейной гуще. Кого из аппаратов ты бы не хотел видеть? Слушай, ну я бы не хотел, например, какого-нибудь Вич-доктора видеть. Потому что это дополнительный контроль под Маледикшн. Бутрайдер сжечь. Ризер опять же будет дальше пробивать. Драгонайт может свой Брисфайр закинуть. Принято, да. Забанили аппарат, и я, например, ставлю на какого-нибудь Скай. Ну, Скай магический дэмэш. Банится с ТБ, да. И ласпиком заедет сейчас один из героев. Я уверен, что это будет герой пятой позиции. Кто у нас не в бане? Может, еще интервьюер какую-то вспомнят? Венгу. Ну, в ВВ хорошо смотрится. Интервьюерная. Ну, ее просто часто берут. Может, какой-то... А нет, Бэйн в бане, Шидоу Демон в бане. Все такие вот плотные герои. Просто хочется какого-то дизеблера подземелья увидеть. Который или нормально дизеблит, или нормально засловит герой. Большим количеством замедлений. И Скай раз мэйдж. Аналитика! Да, какой же раз подряд? Наверное, третий раз подряд, если считать. Ну, не знаю, какой подряд, но на кофейной гуще мастер по гаданию. Обращайтесь. Сколько было саппортов доступно? Прямо ткнул в него. Ну, и теперь герои, опять же, забанили ТБ, но я допускаю, они могут предугадать, что это будет или герой в легкую, или герой в центр. И могут они поставить жиггернауты и туда, и туда. Могут даже взять пака в центр, взять героя в сложную сейчас. Последним героем. Все, УГ тоже есть небольшая, скажем так, вариативность фейха, да. Ну, это хорошо. Это хорошо для УДжи. И они действительно сейчас могут запутать, что у нас, что своих оппонентов своими пиками. И, может быть, что-то неожиданное для нас сейчас показать. Ну, Шэдоу Финд появляется для УДжи. Все-таки на мидлобберут последнего героя. Ну, вроде как так и планировалось, но почему-то именно забанили Террор Бейда. Считали, что он будет сильно мешать, хотя... Это довольно странно. Да, Ноутилл. Тем временем садится уже на джиггернаута Шэдоу Финда. Оставляют резолюшину. СФ будет играть на паке. Я думаю, если никто не помешает им слабнуться, если вдруг они захотят. Да, да, ноутилл. И вот тут главный вопрос в том, захотят ли они идти воевать с Триплой в сложную. Потому что тут можно как и Розора оставить соло против пака, так и Бэтрайдера поставить соло против него. И так, и так. И просто отправиться напрягать. Так как Шэдоу Шаманы тут, скорее, они очень неприятны именно при передвижениях. То есть они даже, наверное, более неприятны, чем Скай с земельей. И было бы неплохо подвязать их на какой-то линии, просто стоя там втроем. Он с Джаггернаутом. Он стоит же, и от безысходности просто давишь эту линию, и если оставляешь Джаггернауту соло, он, конечно, стоит там и, наверное, даже не умирает. Но не фармируешь Джаггернаут, это здесь звучит как поражение. Ну, с Джаггером здесь, в принципе, очень хорошо саппорты комбинируются. Есть и те же самые шарды, которые можно будет закинуть Джаггернаутом больше под Лейфьюри внесет дэмэджа. Есть, опять же, связка от Шэдоу Шамана, под которую тоже можно будет Блэйд Фьюри раскрутить и дэмэджа поднапилить. Ну и, конечно, вот это вот большое количество дизейблов вместе с Джаггернаутом очень хорошо смотрится. Опять же, там под критами все это дело должно быть весьма и весьма опасным для команды Тинси. А как это звучит для тех персонажей, которые будут находиться на линии против этой триплы? Да, но с другой стороны, если вот рассматривать уже не старт игры, а где-то в середине, то у нас будет очень жирный ДК, у нас будет очень жирный разор, у нас будет битрайдер, который тоже залетает первым, континсирует и может спать Джаггернаут в вторые прикрутилки. И ему здесь будет тяжело делать, он не слэш-фраги, потому что даже там, я не знаю, глубокий лейд, 25-й левел, когда у тебя много прыжков, все равно 4К разор, 4К ДК, таких героев тяжело взять. Поэтому ОГ здесь. Я даже не знаю, есть ли планы затягивать эту игру, и они хотят закончить ее побыстрее. Ну и пока что ждем, возможно будут какие-то смоки, возможно будет какой-то выход. Вот у Skyverse Mage сейчас имеется все-таки смок, и можно было бы попытаться выйти, например, на вражескую урону куда-нибудь вот сюда и ее забрать. Может быть даже реализовать какую-то первую кровь. Ведь с пиком команды ТНС это вполне возможно. Там под этими всеми аркейн-болтами очень немало дэмэджа залетит. Ну да, и опять же, если он даже не возьмет аркейн-болта, как аси в шоу, то под это дело Разор сможет прийти, статиклинка много урона набрать и давать дэмэджа. Ну, смотрится неплохо. Смотрится действительно хорошо, смотрится сильно. Посмотрим, что же все-таки из этого в конце-то концов сможет выйти. Ну, отправляются забирать вражеские пункт ОС. Опять же, в боте тоже самое делают ОГ. Размен 2 в 2, вопрос только в том, на Тейлзе залезет ли в петлю или не будет даже пытаться. Так, и судя по всему, вот я сейчас вижу, как Райвин бежит в бот на ДК, и будет он сегодня у нас с фармящим ДК. А Разор, видимо, отправится в центр. Ну, понятное дело, у них у Куб вроде как бы эмитер, но мне казалось, что у них были игры, и точно такие. Я вчера игры находил, где они свапались по линиям, не свапаясь по героям. И тут в итоге у нас выясняется, что они вот еще и так умеют, как ДК в легкой и Разор в центр. Ну, действительно, хорошо, когда у тебя все-таки вот первая и вторая позиции могут играть, могут свапаться, могут меняться, могут на каких-то героях, например, своих сигнатурных исполнять. На легкой линии мидеры, на сигнатурных героях на миду, где-нибудь из папчика, например, мидеры могут исполнять. Точнее, наоборот, первая позиция может исполнять на мидл-линии. Ну и в итоге, конечно, это все команда неплохо так подбурщивает. Но на мидл-линии-то, посмотри просто, сколько героев слишком много, мне кажется. Тут 3 на 3 будут стоять еще и смогли. Одна команда пришла помогать Резолю набрать стартовые души, чтобы он мог как-то здесь стоять и против Разора что-то делать. А вторые пришли помогать Разору, чтобы у всех всего этого не было. Так, закидывает дальше. Резолюшена. Попытались у него все-таки дэмэдж высосать. И в итоге с тычкой... Стычкой получилось. Да, с тычкой, в принципе. Хуже, чем у Рекимару. Хуже, чем у Минера. Но так тяжело будет ему хитаться. 31 против 77. Он ни одного крипа не добьет просто. Хотя вот сейчас даже с Денайл. Все же, повезло. Это Разор в Денайл. А, Разор в Денайл. Он справился. Я уж удивился. Мне просто смучается, что здесь стоит именно Тускар, который 52 урона имеет, вместо Шадо Шаману, которого 75. Тут хотя бы смог бы, я не знаю, вместо, если я подкрепаться, где-то. Потому что в итоге Резолюд опять теряет урон. В этот раз даже больше. Минус 28. И надо ему с этой 25. Смог иного крипа забрать. Теперь за счет Кайлов возможно получится как-то. Как-то дальше. Здесь эту линию. Отстоять. Но тяжело, тяжело. Отстоять на Сэфи. Вот именно первые лвла, когда у тебя еще нет душ. Еще вот такой вот восстанельный харассмент происходит от саппортов противника. Да, Резолюшн. Будет здесь тратить еще и большое количество хила, если вдруг уйдет Джеракс. Есть у него на всяком случае фласки, есть у него Критань Гуса. А, ну и вот Тимс, например, очень далеко все-таки зашел. Второй клуб, плюс 80. Вот теперь 17 душ. Вот теперь, говорит Резоль сразу ку-ку, что мы поиграем. При этом они знают, что здесь еще шаман может быть в инвизе. Поэтому должны недалеко не вылазить. Сканируют, сканируют, проверяют. Ну, видели, что он забрал руну, не знают просто куда он пошел. И, точнее, наоборот. Заюзав вот сейчас скан, не понимают, что он, скорее всего, где-то не в центре, и должны другие линии быть поаккуратнее. Да, тут забирает рунку тем временем Флай. Есть у него инвиз. Можно будет даже попытаться подцепить здесь 1437-го. Есть по нему связочка. Прилетает Пак. Он инкрифта пока что нету. Но стычки здесь просто разбираются уже с саппортом команды ТНС. Тимс здесь есть проблемы. Для него Ревен, правда, приходит. Ну, Ревен, если вдруг что, сможет и Брэсфайр там закинуть. Попытаться все-таки своего тиммейта защитить от тычек соперника. Ну, не стал СФО дальше уже лететь. Хотя мог зайти в интербу, мог попытаться там как-то уже просто на крожа забрать. Но рисковать не хочется в такой игре. Тем более, когда у тебя есть преимущество все-таки в два убийства. Как-то, ну, прям не хочется. Вот такие вот из зоны комфорта, скажем так, выходить СФО. Он пока что стоит на паке, добивает крипов. Тычка у него хорошая. Крипов бить получается, 14 крипов добитых. И, наверное, менять ничего тут особо-таки и не нужно для СФО. Ну, надо забирать 6-й левел, уже потом идти, показываясь, как надо ставить ультимейт, как надо нападать, как надо этого пака реализовывать. Но мне нравится, как Джеракс это делает, посмотреть. То есть, постоянно из-за того, что у Разора много урона, он держит свою линию у себя на хайграунде. Но из-за того, что приходит Джеракс с постоянно этими шардами, он одну из патчек поддерживает. Не пускает вперед и выравнивает линию для СФ. Позволяет ему получить еще 2-3-4 кипа сверху. Да, тут, правда, СФО получилось забрать. Я так понимаю, что это было пациентом от Скаверс Мейджа. Очень много даймажа влетело. И нет размена. Нет размена дальше. Там пытался дальше Шэдоу Шаман, конечно, держать уже Эр Спирита. Флай пытался держать Тимса, но ни того, ни другого забрать не получилось. Решили отойти. Да, ну и Пак возвращается на линию. И, посмотри, вот обычно у нас земель играют раскачкой 2-1-0, потому что нужно им стан подольше подержать и уроны дать. А здесь из-за того, что такие герои, которых надо ловить, там тот же Гернал, чтобы не раскрутился, тот же Тускар, чтобы шар не встал и так далее, он уже взял Сайленс. Так что теперь по Аку в 2-1 надо быть аккуратнее, так как 2 героя, 2 саппорта могут ему очень сильно все подпортить. Так, делается телепорт на Медаллинию, Джеракс, могут быть проблемы, Сайленс на нем висит, прокатился Камушек, пытается еще на Сноуболе уйти, все-таки от нейтральных заденается, и у него это получается. Сделал, ты посмотри, все-таки Сноуболом заденавился очень неплохо. Весьма и весьма хорошо. Что ж, не получилось. Еще и вард поставил, это тоже очень важно вот здесь, свет, который будет светить какие-то выходы, будет светить уходы в лес. И Дайер сканирует, понимает, что саппорты пропали, что в бот они не вышли, но не угадали сканом, и поэтому сейчас будут, наверное, успешно выходить в центр или в топ. Да, тут в топе уже Бэтрайдер полетал, в принципе, Флайя пытался поднажечь, но тут не получилось. Пока что четвертый уровень у Бэтрайдера. Был бы шестой, был бы уже какой-то лассо, конечно, было бы намного лучше, но, тем не менее, это... Ну, было невозможно просто сделать против такой сильной даблы, как Джиггернаут плюс Шедоу Шаман, хотя Шедоу Шаман-то постоянно просто уходил на нижнюю линию, и Ноутейла оставляла одного, так что можно было, наверное, все же шестой как-то постараться. Постараться. вынести, но, видимо, Джиггернаут слишком сильный, Ноутейл. Как мы знаем, все-таки игрок очень хорошо микроконтролящий и очень хорошо криповодобивающий. Курьера не наводит по щитам. Так. Оу-Джин. Резолюшн. Вот на Резолю сейчас может быть совершен выход с помощью Скайвера Смейджа, но рядом уже Джеракс. Здесь уже сейвят, и может быть даже сам попытаться выйти. Постоянно Джеракс закидывает, просто напрягает. Разора. Шадо-Шаман тоже там кукует рядышком, но на Вижне они все это делают. Курьера повезли, курьера почему-то поставили просто на речка, в итоге. Да, непонятно, очень странный курьер, да, в итоге, находит вард. Ну и кстати, вот ты говоришь, что ты красавчик, но вот линия у него была не очень простая, вот у него 3-4 крипа, а у ДК уже 45. Но он ДНЛ старался. И неплохо стоит уже, продавливает вышку. Посмотри, 21 добитый союзный крип. У Ноутейла, он прям старался действительно не отдавать экспириенс ни в коем случае бетрайдеру, пытался сам по ХП тоже немного не проседать. Все верно, да. Он много лидирует над тем же ДК, там почти в полуровне, и при этом пак лидирует в левел над бетрайдером. Это все верно. Тедина, это очень важно сейчас. Ну и ответный смог атака через опять же тот самый ультимейт пака, и сейчас будет выход в центр. Видит Разора, должны выходить просто в наглую ставить дрем-коил. Еще можно спонсить Скай на двоих, прям поставить, но второе ПЦС-фо. Пытается, все-таки, рендропом только каким-нибудь образом жить Рейзер. Разор стоит под Тирадентавром. Тимса зацепили. У Эрспирита могут быть проблемы. Последняя тычка от Резолюшна не долетит, но есть Койл, и все же это минус Тимс. Но не совсем то, чего хотелось бы OG увидеть от этого выхода. Все же хотелось бы убить какого-нибудь Разора. Может быть Скайброс Мейджа, но никак не Тимс, который имеет на данный момент четвертый уровень, у которого все не так хорошо по золоту. Действительно предпоследний Нетворс на этой карте. Ну и Скай, в принципе, тоже самое. Я почему-то думал, что у Скайб будет все немножечко получше, но это немного не так произошло. Два крипа. Немного. Чуть-чуть получше. На четыре крипа больше у него, чем могло бы быть. Да, но он закупается вардами. Постоянно. Ну, видишь, даже нет тапка. Хотя, вот опять же, из-за того, что у него есть крылья Валфиум, почему-то базовую скорость сделали очень высокой. Бегает герой 330 без тапка. А это цифра такая, знаешь, очень серьезная. Да, ну, хватает Винд Лейса пока что. В принципе, с моспидом проблем нет у Скайброс Мейджа. Отхиливается сейчас. Не отхиливается, а отрегенивает ману с помощью Clarity. И, возможно, попытаются выйти на нижнюю линию. Убить СФО. Правда, Dragonite не факт, что сам все же сможет там по СФО этому настрелять. Есть телепорт еще и на... Жиггернаут, у него есть ультимейты. Если бы цепанули бы как-то через Dreamcoil, возможно, фраг бы удалось сделать. Потому что у них много дизейблов все-таки. Dreamcoil. Полная длительность. Потом, увидим этот... Шейклос Пака. Никакая. Еще до шамана. Ну, в итоге, далеко забежали. Его здесь подловили. И он, если у нас умирает. Удафлай. Еще и варшает. Все же под вардами побегал. И, в итоге, сделать ничего не смог. Ну, 2-3. Но, с счет на этой карте, не такая агрессивная игра, как мы видели вчера некоторые. Но, все равно, есть некоторые стычки. Не всегда эти стычки, все же, заканчиваются смертью одного или другого героя. Но, все же, все же, игра достаточно интересно происходит. Команды играют осторожно. Команда, действительно, серьезно подходит к этому матчу. Ноутейл получает Саленс. Отличные шарды просто. От Джеракса. Засейвал он и своего тиммейта, и полностью прервал инициацию соперника. Тут ультимейт был проюзан от Разора. И ультимейт уже будет скоро заканчиваться. После ультимейта, после того, как закончится уже и форма у Драгонайта, можно будет пытаться драться о УЖИ. Вот они сейчас пытались выйти на Бэтрайдера в топе, и тот успел зачитать телепорт. Причем, в последнюю секунду потрачен был Дримкойл и ТСФО, но Бэтрайдер уже улетел на базу. В итоге и минус Дримкойл, и Бэтрайдер. То есть, жив целый орел возвращается. С фулл хп будет продолжать фармить свой даггер. Да. Тинси, правда, пользуются тем, что никого нет на нижней линии, и поэтому планируют ломать потихонечку тир-1 тавр. Видимо, этим и займутся. На мировой линии все же убивают Рейзера. Ху-ху отправляться в таверну. Тремякайл им попал. Да, Резоль. Очень жесткий. Разор был явно к этому не готов, почему у него были стеки, у него был фэйри-файер, он просто не ожидал, что последний Койл летит на свои 300 плюс 160 до крафта. Это было сильно, действительно, штофинг. И тавр в топе тоже. Довольно плотно пробили под катапультой, вот под килвардом. И это доп.деньги для команды. Известов. Потихонечку полигончику, но растет. И когда вот он на таком длительном... Так, стоп. Бот врывается на ТЛ. Ну, как врывается? Он ни по кому демажа там не нанес. Ну как, он покрутился. Сейчас надо бодинать вышку, и у него не получается. А Рэйвен в итоге дожигает, или просто дал в конце концов свою последнюю тычку. Ну и Ноутейл. Имеется, если вдруг что, он не слэш. Есть Саленс по Ноутейлу. Ворвались с ним очень хорошо. Продлевают стан. Приходят сюда еще и с Каверс Мейдж. Ноутейл должен отправляться в Таверну. Действительно, его здесь ничто уже не спасет. 3-4. Счет на этой карте. Приходит сюда Резолюшн. Резолюшн пытается попасть к Кайлом. Попал Кайлом, между прочим, по Рэйвену. Рэйвена продолжают контролить. Есть еще и Саленс по Резолюшну. Как бы Резолюшн сейчас не отдаться так же, как и Джиггернауту. Но в итоге Магнитайс прокастовали. И вроде как не очень-то уж и хочется драться команде OG теперь. Потому что половины хитпоинтов-то как и не было. Но они могут идти зарегениться. Опять же, есть Фласка. У СФ, например, остальные саппорты уже все свое подъели тоже. Живы целые орлы. А земель уже без ультимейтов. И может теперь, наоборот, драться. Зная, что этого самого Магнитайза больше не будет. Верхнюю башню сил Тьмы атакуют. Шэдоуфинт уже просто спокойно отрегенился. Есть у него еще и Фласка. Так что у Резолюшна здесь проблем вообще ничем нет. Он топ Нетверс на карте. Второй Нетверс, между прочим, все-таки Драгон Найт. Песанаж с легкой линией у команды TNC против... Ну, ломают-тирадин тавр сейчас уже наверху. Будут пытаться как можно больше дворов сломать в начале. Чем больше он сломает, тем больше будет денег у команды, тем быстрее они... В фронту свои важные артефакты появятся. Лигера появятся какие-то... Не знаю там, что будет Разор делать. Барабаны, например, или еще что-то. И будет проще играть. Потому что сейчас, вот если посмотреть на те же самые Нетверсы... Ну, видно отрыв ДК от этой стороны TNC. И насколько сильно отсутствуют все остальные форы. Так, тут СМХ пытается уйти. И у СМХ может быть даже получится это сделать. Но нет, есть у меня слэш от Джиггернаута. И в итоге все же не отпускают. Отсюда ни в коем случае этого бэтрайдера. Забрали СФО в ответ. И в итоге размен один в один. Но потратили ультимейт на Джиггернауте. Игроки команды OG. Умирают также Шидоу Шаман. На нижней линии сейчас встретили его. Два саппорта команды TNC. И в итоге неплохо это так все смотрелось. Бэтрайдер очень долго... СМХ очень долго мансил. Пытался там на хейграунды летать. Пытался сделать тэп-аут. Ему этот тэп-аут в конце концов сбили с Ноуболом. А, ну и получилось. Просто попадает на ДК. Закручивает, подкидывает. И очень много урона. Скайлайдж залетает. Пытается играть армлетом. Пока что армлетом-то выигрывает. Пока выигрывает. Но вот этот вот третий койл. Опять же с докрафтом на уроны. Но вообще без вариантов. Только ты выключаешь, ты не можешь выжить. Ну и Shadowfin продолжает разгоняться. Ээээ... Вкачал, все-таки, себе Requiem of Souls на одиннадцатом уровне. На двенадцатом уровне. Опять же сможете его себе проапать. И планирую делать себе сразу Black King Bar. Имеется у него уже драмы. И, в принципе, билд такой... Не самый, не самый обыкновенный, я бы сказал. Ну, а с другой стороны, как-никак, эти... Эти же артефакты обычно на Shadowfin India появляются. Но немного не в таком порядке. Практически каждую игру. Да, но он... Иногда, знаешь, бывает что-то придумывает. Бывает, даже какую-то каюс собирают. Потому что вот ОСФ есть замечательный талант на двадцатом левеле. Теперь просто делают из него рубки базуки. То есть 150 урона там. Какие-то не смешные цифры вылетают и есть. И он собирает. Хоть что-то на усиление этот магического урона. У тебя есть там 500 урона с каждого кайла. Плюс до крафты. И как вот жить. То есть если он попадает, он САП протестирает на двадцатом левеле. Легко. Но ставится в арте, его увидели. И сейчас три героя будут его забирать. Просто три саленса висит. Неплохо. Неплохо. Откуда третий сален взялся? Пока ставил в арты, он... Получил... Лассо и ДК в лицо. Так. Из-за этого здоровье заканчивается. Есть. Есть такое дело. Прям... Не совсем очевидный факт, конечно, но... Происходит, наверное, такое с профессиональными игроками. Молня. Прорывается из Хои и даже не добирает Дашь. Да, в итоге все уже. Хотя мы в ходе размены вышли и теперь еще вышку можно забрать. Ну, 7-7 счет. Здесь это очень равная пока что игра. По золоту преимущество всего лишь одна тысяча. Это абсолютно ни о чем. Шестнадцатая минута игры. По экспириенсу все в полном нуле. Ну и... Продолжает. Продолжает драться уже дальше команды. Телепорт есть на мидл линию от команды OG. Целых два телепорта. Все же стягиваются сюда и готовится здесь дефор. Свой Тирадин Тавр. Возможно, снимает Тирадин Тавр соперника. Все же в четвером уже можно будет попробовать. Джиггернаут пока что еще без Омни Слэша. Там сейчас Тимс сидит в лесу и куча вардов стоит. И Тимс увидели. Проходил Шадо Шаман мимо и вышка стала стрелять. Понятно, что его просто было видно. Магнитайз хороший. Сколько же демажа сейчас от Тимс влетело по этим героям. Флай может просто сейчас умереть. Рассыпался от Магнитайза. Еще последняя тычка от Драгонайта по нему залетела. Ноутейл без Омни Слэша пытается уйти в свое шедевое амулетное есть вард. Ты бы видел это... Короче, надеюсь, ты не показал Аризоле сейчас. Потому что после этого его перестанут брать в любые команды. Силы тьмы не отдали врагу в центральную башню. Скажи, что ты не показывал. Ну, по-моему, я не показывал. В любом случае, я прикалывал. Я не буду рассказывать, что он сделал. Внимание к Джиггернауту. Возможно, я сам слишком... Скажи, что Бэтрайдер выжил из-за того, что кто-то не доиграл. Где ты на черном герое? Так. Тут я слышу очередной сноубол. Сноубол Са Мэйча. И Са Мэйч. В атак Лассо. Телепорта нету. Телепорт делать не получится. Блингдаггер, правда, можно будет уже кастовать. У нас здесь сделаются два телепорта от игроков команды OG. Прямо сейчас. Да, мы тут уже залетали. Тимс вместе с Ноутейлом. Ну, поздновато. Камушек. Тимс уже пнул. Ну, Ноутейл. Ноутейл, который просто мансит. Сейчас в этих лесах не показывается. Возможно, со спины. Терпеливый охотник. Но у него Шадоублайт. Он сейчас его нажмет и побежит снова кого-то скаутить. У него все-таки есть второй ультимейт. Он может нахалявить фраг. Правда, понимаешь, что где-то здесь стоит Сентряк. Что не просто так их вард сломали. Но при этом все равно очень так это неаккуратно идет. И приходит на новый Сентряк. И должны бы его только что увидеть. Так и есть. Ну и Ноутейл. Регинит себе ману. В принципе, сейчас вижена на него нету. Может отойти. Может все-таки постараться здесь дофармить себе как можно скорее Манта Стайл. Проигнорировал он, между прочим, Battle Fury, который все же достаточно популярным стал в последнем патче. Немного пропали этот артефакт. И на Джиггернауте есть возможность данный арт собирать. Вообще довольно странная идея с его стороны собирать ШБ. Потому что здесь... Ну если он не нахалявит фраги, то он просто будет проседать с каждой минутой по фарму. Относить того, что он мог бы иметь. И в итоге в какой-то момент ему нужно будет убивать Разора, а он не сможет. Или там нужно будет убить ДК, а он не сможет. Потому что вот просто пробегал вместо фарма. Хотя вот сейчас закрутился. Разривилил смок. Его все равно могут спонуть. И Battle Fury это делает. Так, молотаем. Проблема. И его зальют. Его нет, спасибо. Вопрос теперь, какой будет размен. Так, тут кинкс уже забрали. Resolution. Кастует ультимативно. ДКБ хороший. Утемняется. Койл. Сразор. Будет ли дальше? Не осталось. Хотя нет, есть дэмодж у Resolution. Дальше. Будут пытаться идти. Закатываются в Ревена. Ревен. Будут проблемы. Ой, как хорошо шардами закрыл Джеракс. Но все же пока что драгона это трогать не получается. Сэмыч отправили в таверну. Уже размен 1 в 3. В пользу команды OG. Заберут. Также еще из Кабрас Мейджа. Уходит только лишь один Драгонайт. Драгонайт. 200 хп. Очень долго стоял в шардах. Но все же про него подзабыли игроки OG. Но размен все равно в их пользу. Выиграли они около полторы тысячи по золоту. И могут сейчас еще постараться подфармить это время. Время пока персонажи оппонента в таверне. Ну Драгонайт правда все это время фармит. Ну вот такой вот поворот неожиданной файты. Действительно Джиггернаута хоть и забрали. Но в него прокастовали 2 ультимейта. А именно Лассо. Именно ультимейт от Скайверс Мейджа. То бишь Мистик Флэйр. И демо же немного не хватило. Он хоть погиб дал очень много своей команде после всего этого. Да там еще раз кастовал отлично. Ликвимов Соус. Шадоу Финд. Ну не то чтобы отличный. Но все равно замедлил двоих. Скажем так. Они убили четырых. Поэтому все получилось как нельзя лучше. Ульжи молодцы. И является всего лишь худ у Розора. То есть он очень сильно проседает. А СФ при этом вот набирает силу. У него уже после этой драки почти готовая Яша. Так нуллтейл. Доблдамедж находит на тэйл. Ему бы на самом деле вот хотя бы одну драку. Провести не от первого лица. Когда вот он врывается в первом. А чтобы кто то другой это сделал. И он уже спокойно там зашел с победерной стороны. С ультимейтов. Получить 1-2 фрага. И тогда у них все будет хорошо. Пока под даблдамеджем забирают Рошана. И понимают это. Тинси приходит сюда уже. Тинси. Будет ли выровать? Будет ли пытаться? Где вы кстати увидели? Его видели на вардах На вот этот мув Окей, аху Сейчас может вкататься, он пытается Получает фекс и И не ворует Да, ворвался также уже и NoTL NoTL все же так оставался, ему получилось забрать Резолюшн, могут быть проблемы Но здесь цепляют одного цепля, второго цепля Третьего, СМХ Все же выбивает Аегас в итоге из резолюшна Прямо сейчас, но уже Минус два в исполнении команды OG Есть в этом эпизоде Ну и я бы не сказал, что они были Для них это неплохая драка То есть они получили деньги за Рошана Они получили деньги за двух саппортов И при этом ничего не потеряли Но к сожалению для них ушел в кулдаун Получается, Рошан такая и сразу был выбит И у них отсутствует преимущество в тимфайте В том, в котором они хотят участвовать А не тот, который им навязали ТНС Напав на них в рушпите Да, у пака появляется Юл Все-таки СФО теперь будет жить дольше Заметно Как-никак Саленса слишком много У команды ТНС И СФО сейчас все же будет чувствовать Немного развязанными свои руки И что у него там Лапы Как это будет называться у пака Наверное, дракон, наверное, все-таки лапы Кусы, лапы и хвост Все у него есть Даже борода Даже подбородок, я бы сказал Второй Да, короче Это Матроскин Ты почему Матроскин? Ты тоже Ну потому что Сыла, лапы и хвост Тоже его документы А, ну все правильно Так, ну тут Смоук От ТНС Готовятся Они все же Кого-то здесь найти Но Увидели варды Не удержались Не удержались Решили эти варды Раздевардить сразу же И В итоге, конечно Смоук свой Заразревили Но Раздевардили Заберут сейчас Так же еще и стаки Некоторые Ку-ку Дабл стак Все же здесь забирает Не удивлюсь Почему он это делает Прям очень долго Сейчас ее тут поймают Но нет Не логат Не понимают Ничего не забрал Побоялся Потому что слишком долго Он там был Ну, возможно Оставил одну крипа Чтобы там Потом не появились новые Чтобы на ЛТЛ Не зафарнул Что он хотел бы его забрать Лучше забрать Чем мне Чем-чем удак оставить Раздор Что же себе будет собирать Собирать себе потихонечку БКБшку Очень Живучим будет Этот Рейзер Опять же Может потом себе Прапать Худ в пайп И сделать более живучей Всю свою команду От того же самого Шадоу Финда Ну, опять же Вот учитывая Какой у него Будет Курилл на двадцатом Он спасает Ровно от одного Кайла И не спасает от дебафа И вот Скай поднимается Поставить варды И вот Пример так с ним и будет Будет на нем пайп Или не будет на нем пайпа Неважно Такого лома Нет приема Ну, тир 2 тавер Ну, как только они приходят Врывается пак Сейчас земелью заберут За рассказ И опять же драка Получается Все еще под вардами И все еще 4 в 5 И под хилл вардом Который тоже не сломать Под реки У нас соус Вышка будет падать В стиле байбэк У Куку Теперь сделав Еще не будет дайбэка И 100% драка Будет 4 в 5 Причем довольно долгое время Ну, Куку, конечно Не самый приятный персонаж Для того, чтобы его тут убивать Но все же Это не прогоняет Ну, один раз у них получилось Почему бы и нет Пока что 1880 здоровья Это, конечно, много Но это убивабельное Количество хп Ну, вот у Шедоу Финда Например 2080 Да, у него нету Какого-нибудь худа Но у него есть бкбшка Которая намного лучше Чем тот же самый худ И самое главное Что в ТНС нет Джаггернаута Который все-таки В соло герое Может дать хороший буст урон Именно вот быстрого урона У них нет ДК, вот он Ну, дунет Ну, поплюет Это долго Бэтрайдер Ну, там, допустим Кинет бочку Кинет файрфай в лассо Но это тоже Не быстрый урон Не моментальный То есть нет возможности Ваншотнуть Кроме как ультой Ская Прямо вот быстро И вот возвращаются Сразу ОГ Они нажали тот самый смог И выискивают Выискивают кого-нибудь Улетает Бэтрайдер Улетает Правенный Разор все на базу Все по коням Но видят Видят Скай И сейчас будут его Зажимать Стоять Он ставит варды И снова Делая это Ошибается Вот Бермудский треугольник На самом деле Я только что рисовал На этой карте Стоял вард Тут стоял вард Здесь И стоял вард Еще один От команды ОГ Соответственно Получался вот такой Неплохой треугольничек Где пропадают Персонажи Команды Тинцы Против Заходят Но не выходят Да-да Именно так все и происходит Это именно так И вот опять Нет героя Который дает бруст Как дефаться Я не представляю Сейчас придет Флай Поставит варды Если захочет Если не захочет Увидеть что деф Не будет То даже не будет ставить Заберут вышку Причем видели Видели земелью Могут пытаться Ворваться в его сторону Или хотя бы Аккуратно Подотойти Цепляю Джерекса И фасо Но есть Дримкуэлл в ответ Хорошая контринсация На самом деле От пака Джерекс Правда здесь все таки умирает У меня слэш хороший От джиггернаута Убил Тинца Просто моментально Флай даже пытается Бить Драгонайт Нотел Раскрутился Нотел Все таки много дамажа Не внесет уже в этой драке Нет у него даже Манта стайла Драгонайт На лоу хп Нужно пытаться цеплять Подняли в юл Нотел Уже может сейчас Критануть очень неплохо Но проблемы Потому что Рейвен Очень сильно бьет И Рейвен только что Чуть не убил флай Вместе с Сфо Вместе взятыми Но успел Сфо конечно же Прожать в нужный момент Свой шифт Но все равно Это ничего не отменяет Потому что Минус 3 персонажа Команды Тинца И Рейзер Без байбека Он не сможет вернуться Прямо сейчас Он не сможет Все таки задефать За это И не будет С ответного фрага Так что Нужно будет отходить Потому что Багдар включился Хотя Батрайдер далеко залетел Ловит хекс И два кайла У него есть байбек Но это только увеличивает разницу В нетверсах До драки было 10 И сейчас 14 А резолюшн Резолюшн Здесь можно будет Даже убить В принципе Его продают Не критично Просто продают Бегает вся команда Но его и не уверен Что могли бы спасти В любом случае Они просто Уходят и растопешиваются Не самый плохой выход Забрали Т2 Забрали кучу Героев Опять же Увеличили перевес По деньгам По хп И сейчас В очередной раз Причем Можно будет Нажать смок И все еще пойти Убить или Батрайдера Или Розора И у них У обоих Не будет Байбека То есть они могут 100% быть уверены В том что Два героя в драке Будут отсутствовать Если их один раз убить Да ну Есть еще один плюс Все таки Третритавр Очень сильно пробит Так что Можно будет зайти на него Намного легче В следующий раз Ну или же уже Заходить на милу линию Пытаться ломать Тир-2 тавр здесь Последний внешний тавр Соответственно И Дальше уже Ломать Пытаться Пытаться потихонечку Ломать бараки Ломать базу Оппонента Уже более-менее Серьезно Тут отметили Рошана Тен-Си Вспомнили про него Вспомнили что Скоро он Может появиться И появится он Примерно через 40 секунд Это значит что Там Чуть ли не от 2 минут 40 секунд До 40 секунд Просто Должно пройти До того как Рошан Все же Появится у себя В берлоге Ну и Флай Тут тем временем Крутит Телепорт Куда крутит На базу Крутит Ну в принципе 13 тысяч Преимущества На 29 минуте Для команды OG Это конечно Очень-очень много Еще 15-24 Сейчас Включаю там Бриф Дорогие друзья На ваши экраны Вы можете посмотреть На Айтем билд Любого персонажа Который вам только лишь Покажется Интересным На этой карте Но они все Интересны Что тут еще Такого Неординарного Можно отметить Наверное то что Все таки OG Настолько хотят Закончить игру Что до сих пор Не сломали Шайны Хотя вот И после первого Захода Когда они сломали Т3 тавер Их ловили Делая ТП На эти самые Шайны То есть там Земелью полетел На ход И так далее И сейчас То же самое Вот Земелью Вкатывался С этой стороны Летел вот так вот На перехват И было бы неплохо В какой-то момент Собраться И подрезать Вот эти вот ТП точки Для ТНС Ну и Тимс Наконец-таки Вернулся В ТС К своей команде Ну и что же Далее происходит Забирают Забирают Ладно Воруют деньги По всей карте Кстати Это очень сильно Сейчас бустит Джаггернаута Потому что Он берет 18 левел А третий ультимейт Это доп 3 прыжка Это На самом деле Очень приятное усиление Этого героя Да Ну Джаггернаут Пока что слабоват Все равно У него только лишь Яш на данный момент Имеется Я понимаю Что им маловато Но вот Когда у тебя Совершенно халявное Есть 9 прыжков В которых 100% Вылетает Хотя бы 200 урона То это Знаешь Довольно серьезная цифра Даже если Даже если У тебя Вообще Не отвечает Игра Джаггернаут Да Ну Плюс Еще Плюс 25 скорости Атаки Он вкачал Себе На 15 Сколько Это будет Бить Дополнительно Во время Прыжков Поэтому Если Он Какого-то Героя Цепонета Это будет Например Не ДК У которого 40 Армора А какой-то Герой Помягче То Он Вполне Может Допустим Я смотрю На Скай Или На Земель И даже Убить Их Ну На 25 Уровне Еще Можно Будет Вкачать Плюс 5 Ударов Сомни Слэша Или Просто Выжимаем Из себя Немножко Право Я слышал про Скай Который Вшел Варды Ставить Я тоже Слышал Историю По-моему Не очень Хорошо Закончилось Для команды Тинси Ну Да Так Сейчас Ворвался Он Не в одного героя А в двух Сразу Поэтому Урона Не хватило И Джиггернаут И Земель Оба Выживают А на Тейл В таверне И трейд На Тейла На Скай Это далеко Не самый Правильный Трейд Лега Поэтому Его 60 секунд Не будет Он рестится Как раз Примерно Перед Рошаном И им Значит Сильно Повезло Что Рошане Рестятся Прямо Сейчас Да Действительно Сейчас Нинси Могли бы Зайти Прямо Сейчас Третьего Уровня Тот же Самый Рейзер Который Прошан Тоже Пробьет Весьма Весьма Неплохо Так что Конечно Ситуация Была бы Очень Неприятная Для команды OG Тем не менее 12 тысяч Преимущества По золоту Это Нихухры Мухры Это Действительно Достаточно Серьезная Сумма И Возможно Просто Вот такой Денежный Перевес Здесь Мог бы Решить Файт Даже На Рошане Даже Если бы Каким-то Образом Все же ТНС Подобрали Аегис Есть Здесь Ситуации При которых OG Могут провести Этот файт Просто Супер Грамотно Супер Хорошо И Убить Сделать Минус 6 В этом плане Я думаю Даже Не суть Важного Действия Они могут Выиграть Эту игру Просто Сплит Пуша Потому что Очень Хорошие Герои Быстрый Урон ОСФ Там уже Бабочек Есть Опять же Варды У шаду Размена Явно Будет Быстрее Сосить ТВР Потому что Невразор Невляка Пока Такого Плотного Урона Подзадим Еще Нет Что-то Уже Появляется Но Пока Этого Маловато А у Уже Есть Все Чтобы Идти Прямо Сейчас Сломать Рот Ну что Ж Резолюшн Имеется У него Уже Бабочка И Очень Опасный СФ На самом деле Пробивать Его будет Ну прям Слишком Сложно Надо Пытаться Все-таки Ставить По нему Мистик Флэр Но Мистик Флэр Опять же Тут Абсолютно Спокойно И выйдется БКБ Здесь Уром Просто Уходит В ноль Так Тут Очередные Шарды На Сноуболе Укатился Все-таки Джеракс Умни Слэш Хороший Джиггернаут Распределся По Ку-ку Но Ку-ку Остается В живых Пока что Пытается Уйти Отсюда Но Радал Ультимейт Пак А у этого Оказалось Ленка И Ленка Была Спасительным Артефактом Она его Полностью Спасла И выручила Также Цепляют Земелью И этот Старый Саппорт И полезут Или дальше Под Шрайн Лучший вопрос Могут Могут Сейчас Все ресурсы Для драйки У команды OG Заканчиваются Прикончик Ультимейт На рейнзере Он очень быстро Бегает И Я не знаю Как Но он достает Посмотри Это рейнджо Это линза Это просто Это просто нечто Да Этот талант Это просто Действительно Какой-то Имбаланс Плюс талант И плюс линзы Да И вот у него Просто с того двора Я его вытащил Ну это просто нечто Действительно Такой стан Такой хороший контроль Это вообще невозможно Это же вообще Ты не ждешь Вот такого Ну ни в коем случае Так Я думаю Раззор сейчас У всех родных Поздал посмотреть Ребят смотрите Откуда он на меня держит Вообще Как так могло Получиться И это выход Нарошадный Сразу Потому что Все герои Мердвы Которые могут Оказать сопротивление И Теперь время Катит Рамит У него секунды До БКБ Он я думаю Будет драться А потом Нажмёт БКБ Тепаут Потому что Эти герои Его Ну не пробьют С руки А Джиггернаут Далековато Хотя он хочет Драться дальше Не читает Телефорт Мне кажется Вот это Как раз таки ошибка Да А это зря Безусловно Пытается пока что Играть армлетом Приходит Правда сюда уже И скобросмейш Короче ультимейт Закинул Флай Флай тоже Должно убить Минус 3 В исполнении Команды Ты равен Прям просчитал Твоё хп Свою выживаемость Да У него там просто Ещё армлет Был не прожат Я думал Что он может Играть армлетом Будет в лизерах Но там армлет Добавил ему Немало Хитпоинтов И в итоге Всё же Заживать Свой Койл Победы Которую он давал Битрайдера И не попал Так Ну и потихонечку Хуррикейн Пайк Варит себя Шадоу Финд Меняет Форстап Уже на Ригу Факуилу Кладёт её В стэш С4 Ну запрет Ну балл Сайленс Ну тянет Рейф Надо всегда сэвить барак Сейчас ещё утянут ССФ Возможно У него есть Айгис Не боится И не тянут И в итоге Да Нет Ни лосонь Ничего нет Слушай А потратили Дримкойл Правда ОГ И теперь может Абсолютно спокойно С мяч ворваться Ведь теперь Это лосо уже есть И Дримкойла Не будет Под это лосо То есть вот Контр-иннициация Действительно Не сработает уже От ОГ Но решили отойти ТНС Действительно Там уже Выполнили свою задачу На самом деле Сломали Казарму Мечников Так что Линия будет пушиться И пушиться Весьма серьёзно У команды ОГ В сторону База Конечно же Команды ОГ А вот ТНС Пока что Ещё не потеряли Ни одного Барака На своей базе То ли ещё будет Любая ошибка С их стороны Это моментальный снос Мне кажется Всей базы Что очень много урона Именно по зданиям Есть у ОГ Но вот им надо До этой базы дойти И сейчас Как раз таки Тот момент Когда у них есть Аегис Есть сыр У Джиггернаута Так что Они полностью готовы И вот сейчас Возможно Как раз таки Вместе собираются Или какой-то Очередной смок Атаки Да ну и И это именно она Да Нажимают Пак идёт В соло По топу Будет давить линию Ну а остальные команды Где-то на стриме Будет пытаться Поймать Какого-то героя Да и расконирует Понимает Что здесь Никого нет Использует Сайнвиз И Джиггернаут Пытается Уже во вражеском лесу Как будто откопать Но сейчас Смог должен отпасть И его видят Его тоже видят И я думаю Это будет байт И вот Будут цеплять И его нет Это у Аегиса И он умирает Да уже Минус один Сделано в этом файте От команды ТНС Не очень будет Удобно Драться сейчас Команде OG 4 на 5 Ку-ку Пытается пробить Резолюшн Но под БКБшкой Пробить его Слишком сложно Резолюшн Он так же Смерть Которую мы не понимаем с тобой сейчас может там есть какой-то скрытый смысл в этом артефакте например они хотят играть не с первого места психологическая психологическая атака я не знаю на команду которая попадется с ними в которой он играет в первую очередь ну да ладно на самом деле даже сейчас даже после всего этого они ведут 8000 по голде все еще лидирует и пытка возможно сейчас в очередной смог отправиться вся команда вместе есть смолку fly они вытвордят проверяют видит их здесь или не видят и будут развиваться в сейф зоне смог я так думаю но не зря же они здесь так пятером стоят и чего-то ждут пока что смог не разбивается ни одной другой команды тенцы потихонечку подпушивают линию ну и пак тоже уже может этим заниматься там плюс 40 процентов скорости и дальности или за риорп очень хороший талант если на может окипл карты без мака просто зашли провардили все что можно и сейчас вырывается также погибает вырывается или тоже погибает и остался битрайдер который держит и битрайдер мне очень давно позиция осталась кто творят олджи просто отлично начали этот файт без смоков без всего но просто взорвали там сразу же скайброс мейджа убили второго убили третьего сейчас еще и рейзера будут задавить на халяве ли фраги да тен си немножечко не рассчитали со своей позиционкой ну здесь варды здесь варды которые только что по моему были поставлены как раз таки команды улджи после того как они уже зашли хотя наверняка вот именно с этого варда все началось прошли хорошо что в армии вот сейчас 3 бэков нет ломает 3 т3 не сама плина барак и врывается так а вот скажешь нужно я не буду не знаю под хилвардом это действительно такая себе идея в итоге скайпу свой бэк погибает и сейчас еще и рэвен то это провалка будет вырывать вармлет надо выигрывать вармлет и он не выигрывает покупается сам тянет время бараки в топе горят бараки падают рэвен просто уже ничего не может сделать все один или вдвоем с серспиритом здесь убить никого не получится тем более формы нету подраться здесь будет слишком сложно для него и такое ощущение что падает вторая сторона и возможно даже зайдут на третью у джи все еще есть 15 секунд два героя дк без формы только что я нажимал они про это знают ломают ломают последние бараки и могут успеть просто до возрождения того же самого куку сделать мега крипов команде тнс там еще остался и рыжевый барак в центре поэтому надо кому-то идти туда их его и забирать и это делает джиггернаут забирает жили параков в центре остался так вот есть лассо резолюшн мог быть проблемы порвали все таки ультимативную у отца пока но ничего не спасает здесь этого резолюшна ну минус 2 но мега крипы для команды уже более лучшего шб сломал центр вернулся сломал и на крутилке сделать паут так ну и вот мега крипы это не гарантия победы довольно приятно уже герои довольно приятно расформлены герои что дк что разор прямо здесь прямо сейчас я не пытается в центр пойти до упора у них есть шанс потому что нет байбека у резоли на подраться 5 на 4 безусловно здесь хорошая перспектива и команда тинси уже когда же с отряда форма таки как-то спину что его спали кипы будет их уводить интересная идея в целом все правильно сейчас кидают пак с джераксом свои косты но нужно будет как-то бить еще и катапульта да поставили здесь dream call не дают бить ку-ку ку-ку не хочет dream call рвать неприятно получаешь постам получаешь дэмэдж флай попытался подцепить с мэйча с мэйч уже прожал black and bar в итоге есть пока что лассо распрыгался джиггернаут джиггернаут распрыгался по четверым персонажам поэтому дэмэджа кому-то определенному нанести большое количество не смог пробивает его уже рэйвен рэйвен отправил джиггернаута в таверну джиггернаут был байбэк так что он сейчас байбэка и ци будет продолжать эту драку уже без умни слэша но тем не менее зайти на хэйграунд и что дальше сломать команде tnc будет слишком сложно две стороны уже уже поджимается вот крипы с приставкой мега идут против них товара долго не простоят надо делать и по на базу надо их ломать от двигать линии и какое-то время выиграли для себя в пусси байбэком 2 2 катапульты все очень очень страшно их еще пробивать надо достаточно долго только конечно много времени много времени на это приходится тратить тинси в то время как олджи уже готовы если вдруг что зайти на следующую рошана и попытаться закончить эту игру через 30 секунд мы узнаем время до возрождения рошана возможно возродится сразу же но тем не менее так уже ждет до время и 30 секунд он просто ресниц а да 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 это уже дополнительное время действительно улджи сейчас просто по тайминг облаженный на это в рошан заходить и выиграть рефрешерор для того же пока или джиггернаута второй ультимейт подарить это то что им нужно чтобы зайти и и жмется смоук жмется смоук команды нси остаются крипы на базе и эти два крипа утренжевых они все сейчас едет даже не может спонуть и понимать не получилось там добить ского смейджер в итоге иллюзии для гернаута все же справляются с этой задачей ну разменяли саппортами пятой позиции данного это все еще в плюс большой для угля потому что у них мир крипы и они вы заставляете противников вот это вот смог отменить никуда не пойти еще цепляют тимса какая-то в инвизе простоят но там есть гем тоже погибает и же грант прыгает дальше хайграунд просто не пробивает рэйвена сам может рисковать сейчас но нет нет у вас о пока что смh получает еще и мьют пытаться его уже потихонечку резолюшн пробивать резолюшн пробить не смог в итоге рэйвен пытается драться уже один там против троих чуть ли не и резолюшн в конце концов свой ультимейт раскастовывает просто для того чтобы смогли уйти игроки команды og ну минус 2 в исполнении команды tnc разменялись вдвоем против 1 2 персонажа отдали og 1 персонажа в итоге все же отдали а 2 в 2 а 2 в 2 да 2 в 2 потому что то шаман а вот этот размен с аппаратами пятерками я уже думал что они возродились там по 10 раз но нет это 45 минуты игры хорошую у нас с вами первая карта начинается на самом деле первое и второе место группы если карта должна быть лучше чем это нави против первого места группа и там сейчас нави п начинают играть но кому это интересно он действительно тен си инф инфамус друзья у нас кстати вырвали у lgd параллельно противостояние и это знаешь тоже такое интересно интересно это было вот два места между собой там разбирались и выяснилось что он ждет и даже хуже чем южная американская команда так ну и резолюшен прожим еще он может здесь собрать считается сделать silver который не делает итоге джиггернаут чтобы снимать возможно пассив у дк или для чего еще непонятно ну на самом деле да действительно скорее всего для того чтобы убивать пассивку дк потому что он слишком смотрю на другие пассивки что-то вот не особо улавливая что-то еще хочет включать здесь чтобы для этого собирать сигар не ну может быть там конечно против фрейзера пассивки с стейбл каранта и так то вроде бы она да но даже не опасно ну не знаю резолюша наверное просто сам еще пока что не совсем додумал какой факт он будет все собирать взял распоставил я я уже думаю что чтобы чтобы ведь ультиматорп с его талантами просто можно какой-то хекс сварить и быть очень полезным это знаешь по всем трем линиям выбирать по интерфакт для того чтобы витиматорп и в конце концов собрать скайдер так рейзер проблемы зацепили неплохо дрим койл работает хороший по двоим поставили куку правда под бкбшкой пока что в итоге смысле клейлера получилось разобраться с ноутеллом рейвен тут уже стоит в дизебле просто какое-то неограниченное количество времени его еще откидывает тускар ой-ой-ой-ой как же играют улджи но пока что убить не получается убить драгонайта это для них сейчас главная цель джеракс отправляется в таверну а ты посмотри что уже планирует делать драгонайт в этой игре он делает все правильно нужен дэмэдж и он его соберет я про то что не дали саппорты и зануть ультимейт джиггернаута не был ультимейт джиггернаутом просто погиб под вышками и дальше драка не пошла его урона просто не хватает на и сыр все еще не прожат чем собрал бы некий цифер собрал бы кбб монта ставил собрал бы любой затвертый фок помог бы ему в этой игре уже закончить ее но он собрал шедо блэйд который пока его не спасает а сейчас они еще и отдали гем ну отдали гем не убили драгонайта драгонайт уже по моему да с байбэк и будет рапира вот оно вот он первый матч первый матч сегодняшнего дня друзья пять часов утра пора просыпаться мне кажется будите всех своих друзей кинси с рапирой причем драгонайт не самый такой часто встречающийся герой на которого собирают рапиру но тем не менее герой на котором она вот в этой игре во всяком случае смотрится прям супер хорошо потому что это какой-то рейд босс уже посмотреть сколько у него дэмэджа как долго его убивают и на плюс еще будет байбэк там ненароком еще могут тинси эту игру затянуть так что еще и рашан заберут и все шансы на камбэк у тинси имеются на этой карте хоть и 20 тысяч преимущества за командой оу джи на 49 минуте тинси имеет очень большие шансы на то чтобы в этой игре все же все еще повернуть свою сторону посмотрим посмотрим я в вашем случае буду болеть за камбэк вот это безусловно будет красиво так рэйвен что еще нового появляется игроков пока что вроде чего-то вещевого не заметил интересного смоук закупает мир спирит и готовится видимо все же выходить здесь каким-то образом зацепить какого-нибудь ноутейла начать драку с того чтобы убить джиггернаута с того чтобы может быть убить опять же с того же самого шэдоу финда это еще лучше но шэдоу финда не так-то легко убивать сейчас он более бронированный у него есть еще и нолифайр у него есть хорикан пайк и это не самая такая приятная цель но вот убить шэдоу финда конечно будет приятнее всего было бы неплохо опять же вот в аэгис выливаться может быть все-таки повторить то что у них получается лучше всего убить джиггернаута а там как пойдет что прошла драка была с сыром с аэгисом и с шардом сейчас вот остался аэгис не потраченный остался сыр и вот минус аэгис получается все на 2 из 3 обивки срошан они стали слабее с прошлой драки так тут еще и скан хороший по команде о джи могут прямо сейчас цепиться в ноутелла но ноутелла успевает прожать light fury там не успел среагировать драгонай точнее мог бы успеть среагировать но на блинке залетел и дальше уже блинк про юзать возможности не имелось так рэйвен ну пока что по драгон формой можно будет пытаться по таймингам там как-то играть себя ставить без форму или тимс и его уже никуда не отпустят слишком долгий дизейбл шадоу шамана 8 секунд не держит героя драка вгрызается ноутела убивают все нормально обычно шадоу шаман за компанией сейчас чемпака может цепануть буквально в пару ударов его убить так пока что прячется стану в линку да и он там неплохо развлекает ну как говорится верхи не могли не за не хотели да но блат торт очень правильный артефакт сейчас собирают резолюшн все-таки надо пробивать рэйвена под саленсом кидают на него в итоге нули файр но не спасает ни в коем случае точнее наоборот ну это не позволяет убить рэйвена не спасая роман доу джи я хотел сказать ну пока что спасать то их еще не не отчего но пока что действительно убить драгонайта этого не так уж и просто у появится блат торн действительно после блат торна у резолюшн дела пойдут намного лучше можно будет еще и хекс какой-то придумать все все таки против драгонайта против драгонайта у которого около 4000 хит-поинтов внутри 500 имеется которого с руки там просто какой-то неимоверный демо старапиры с большим количеством еще и минус арбора с кирасы надо бы что-то собирать на контроль надо бы каким-нибудь образом его действительно выключать но с другой стороны у них есть эдакий хекс потому что есть нули файру что финдов есть еще и блат торн теперь даже не хекс это дум конечно здорово и это все сильно работает но проблема то в том что джиггернаут не ультит уже который драгу к ряду и что бы я сев не собрал он не может покрыть тот урон который должен давать джиггернаут джиггернаут еще и поэтому там не так много всего здесь на чтобы отдавать опять же вопрос к нему как так получилось что у него 60 тысяч при мягкой пахнет со второй минуте не доигрывает выигрывать на этой карте безусловно находит быть райдера пусона пытается его убить и в итоге минус ультимейт и его просто затягиваю жиггернаут сколько раз за эту игру на тэ выиграть с того что у него есть шедо блейд я насчитал 5 но к счастью игра еще не закончилась и есть шанс того что он нафигит еще пару раз правда есть сфо который хочет выиграть и вот он почти забрал битрайдер сейчас развлекает очень не дурно ловит его ловит его тимс и минус еще и сфо и это минус еще один гем уже 15 тысяч преимущества по золоту с командой о джи это ну совсем не серьезно на 53 минуте инфляция все дела да еще и преимущество все же уменьшилось было недавно 19 теперь уже 15 тысяч ну безусловно конечно не так быстро графики летят потому что тнс приходится фармить и постоянно отбиваться от мега крипов за которые дают поменьше золота и которые действительно отнимают от тебя большое количество времени но от оу джи отдаются постоянно и и поэтому все же есть возможность на этом деньги зарабатывать тнс фармит не на крипаха на героях последние несколько минут правда вот битрайдер получился убить внизу тут флай все-таки вместе с резолюшном смогли с ним разобраться сеточка хорошо сработала хекс врывается шедо шаман есть него бк бэшка действительно боевой боевой флай ничего не скажешь ну такой шедо шаман может делать грязь опять же он добрал уже на 20 левели док урона свои ворды и уже были игры в которых шедо шамана врывается патрон с талантом врывается с рефрешером просто ставит три пачки змеи и они ломают урона в секунду да это конечно про это никогда не стоит забывать то есть что всегда есть вероятность того что у вас нужно будет срочно сделать телепорт на базу но пока этого не случилось и да вот рефрешард может и не достаться флайер еще вовремя зашли сюда тнс и они возможно что и успевают забрать сигель прилетел ворваться некому все взяли сыр аэгис шард все как убивать этого драгонайта сейчас посмотрим возможно так это не шедо шаман это джиггернаут извините я обознался умирает как шедо шаман да это просто как как он там оказался то видимо хотелось он не слэшить в итоге не получилось этого сделать хотя бы выбери сыр заставили его съесть пока еще впитывает удар земели тем самым придавая повлететь в разору но за это отдается сам минус сфо минус сноутейл и приходится все таки депортироваться будет конечно в команде тнс дефать уже на свои тир-4 тавра тир-4 тавр даже единственный оставшийся но в любом случае файт очередной выигранный все еще имеется аэгису драгонайта будет у него еще рефрешер шард он сможет себе откодешить форму и подраться очень хорошо после всего этого причем еще и сыр можно будет ему закинуть хотя сыр по моему уже был остался мой шард его отдали дк и сам аис тоже у него ну и тнс ку-ку здесь с мьонером все таки неплохо так пробивает миг крипов был готов к всему деньги работа опять же взял 100 атак скорости для своего героя на 25 тоже позволяет ему накручиваясь рученьки только так да ну и тимс дальше катается все же пытается отпушивать ну что ж байбека нету только лишь у бэтрайдера на данный момент ну и у джиггернаута да ну у джиггернаута денег не хватает по понятным причинам да что закупился и много-много раз умер планируют покупить даггер в это время заходит уже равен со своей командой в мид и вместо бараков решают нападать сразу в трон так работает пока что глиф нужно драться команде тнс есть все ультимейта есть возможность потраться потрать возможно варды в боте оттягивается бэтрайдер и сейчас нужно нападать надо убить всю команду перед тем как убить рэвена вот в чем проблема но рэвен сейчас рискует но нет нет ку-ку добивают в конце концов рэвен стоит под хексом рэвена пробивают пока что под блатторном но есть еще аегис можно будет попытаться сделать отсюда блин каут блин успеет вражать или нет шарты прилетают по таймингу сразу же есть стамп по рэвену выбивают рапиру из него и в итоге рапирка для джиггернаута вот теперь-то у нутейла все уже очень-очень хорошо два байбэк моментально от команды тнс отлично работает блатторн отлично работает нулифайр ну и в итоге оу джи имеют все шансы для того чтобы эту игру выиграть сразу же 40 тысяч преимущества по золоту сразу же минус тир 4 тавра уже я так понимаю по-моему просто там от крипов ну да тогда они когда уходили не оставалось там 20 хп просто вот за 40 там за 57 минут нутейл стоило один раз управлять нутейл чтобы закончить драку в свою пользу это не комбычный у нас сегодня я думаю что он не проснулся если честно самое раннее утро вот первая игра против тнс его так продрал глаза и вот его заставили играть возможно в этом все дело но теперь с перевесом 39к я думаю что опять же нет пяти байбэков в игре ну можно будет еще поспать в игре я думаю что они могут попробовать зайти вот под ультимейджи гернаута следующий да и под рапирой конечно дэмэджа нанести можно будет огромное количество проблема в том что рапиру из жиггернаута выбить очень легко ну да с какими-то подсейвами его большие проблемы конечно есть чем сейвить есть возможность там тому же самому тускару пытаться в сноубол его закатывать но опять же это тоже не всегда получится тем более очень быстро будут все таки убивать здесь тускара ну и драгонайт фармит потихонечку на вторую рапиру если сейчас время еще немного потянуть тнс то можно будет уже попытаться со вторым рапиросиком драться играть но без бкбшки драться конечно рейвен уже не может против блаторна против всего этого контроля тнс куча дизейвов причем которому тяжело сбить в бкб потому что есть только батарвер для этого никаких других дизейвов в бкб нет и вот тут очень тяжело так спозиционировать свою драку чтобы дк в драке бил а не стоял в какой-нибудь сетке да ну OG сейчас если безошибочно отыграет конечно должны выигрывать в этой ситуации тут правда драпиры сколько остается ноутейла вырывается страпирой ноутейл прям отмотал пятерых мощи много урона прям очень много но никого не забирают а просто теперь как ответить на эту тнс потому что стоят гвардыши от душамана и они очень плотно бьют трон как и резоль там убили джерекса и просто ноутейл вгрызается дальше рейвен под бкбшки пытается хоть что-то сделать убивают в итоге ноутейла трон стоит на лоу хп но нет все же последние тычки последние удары прилетают ох сейчас был бы поворот если бы у трона осталось 100 хп и мы продолжим посмотреть за этим бестов одним противостоянием ну что ж все же оу джи одержали победу на этой карте заработали для себя еще одно очко в итоге счет 4 1 у них уже имеется в групповой стадии осталось сыграть еще 4 игры и постараться все же все 4 выиграть ну что ж будем смотреть за оу джи далее сегодня именно на этом канале мы будем смотреть еще за двумя их беста вадим противостоянием по моему еще на первом стриме но уже это днем где-то в 11 или в 13 будет последних игр против лжи дь ну так вот она статистика вроде не так и плохо вот так вот смотришь с последним ультимейтом даже урона набрал 35000 в итоге дал за игру сопоставимо с паком сопоставим с сф вроде бы не скажешь что он просто бегал и умирал постоянно да ну конечно тут сфа посмотри 44000 урона сфа просто красавчик то есть он герой сложной линии выформил все что нужно было выформить делал все что нужно было сделать спасал свою команду играл именно от третьей позиции и вот это привело его команду к успеху это вот очень похоже на его пака на финальной карте на этом на третьем интернешнере да ну вот они графики тоже вот сделал все что надо тоже просто какие-то ломаные ну и видно где бэбэки и рапиры тропнулась вот плотный провал да 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 вот это вот прям моментально просто практически 25 наверное где-то тысяч колды там упало ну что ж друзья мы с вами будем потихонечку сейчас уходить на музыкальную паузу после которой конечно к вам вернемся и будем смотреть за следующим best of 1 противостоянием пока что послушаем немного музыки и подождем следующего лобби будем с вами никуда не расходиться действительно здесь вас ждет еще очень и очень много доты и Продолжение следует...